Пятый класс, четвёртая серия. В десятичной системе счисления 10 цифр. Половина из них чётные, это 0, 2, 4, 6, 8. И другая половина нечётные, 1, 3, 5, 7, 9. Если число оканчивается на чётную цифру, такое число называется чётным, оно делится на 2. А если оканчивается на нечётную цифру, на 2 не делится, это число нечётное. Чётные натуральные числа записаны в порядке возрастания. Наименьшее чётное натуральное число 2, однозначных чётных натуральных чисел 4, дальше идут двузначные числа, которые оканчиваются на чётную цифру. делятся на 2. Нечётные натуральные, тоже записаны в порядке возрастания, однозначных 5, наименьшее из них это число 1, а дальше идут двузначные, оканчиваются на нечётную цифру. При делении на 2 дают остаток 1. В четверичной системе счисления цифр всего 4. И при помощи этих цифр записывается любое число. В четверичной системе счисления однозначных чисел только 3. Дальше идут двузначные, которые записываются двумя. Наименьшее двузначное – это число 4. Записывается 1, 0. В четверичной системе счисления последняя цифра – разряд единиц. Затем разряд четверок – 16, 64 и так далее. Каждая следующая в 4 раза больше. Это число 4, 1, 0. Это 5. Одна четверка и одна единица – это 6. 4 плюс 2 – это 7. 4 плюс 3 – это 8. Два раза по 4. Это 9. Добавлено единица в разряд единиц. И это 10. Давайте перейдем от записи в четверичной системе счисления к десятичной. Итак, разряды в четверичной системе счисления. Каждая следующая в 4 раза больше. Итак, если число трехзначное, значит, старший разряд – это разряд 16. Два раза по 16. Три раза по 4. И одна единица – это число 45. Представьте, что нужно число 70 записать в четверичной системе счисления. Мы возьмем один раз по 64 и останется набрать еще 6. Значит, 16 брать не будем. Возьмем один раз по 4 и два раза по 1. Вот и получится 1, 0, 1, 2 в четверичной. Это один раз по 64. Один раз по 4 – это уже 68. И плюс 2 – 70. Вот так число 70 записывается в четверичной системе счисления. Давайте выполним сложение. Запишем сразу в столбик слагаемое. Это первое слагаемое. А это второе слагаемое. Разряд под разрядом. Так, складываем. 3 плюс 3 – 6. Число 6 в четверичной системе счисления записывается вот таким образом. Один раз по 4 плюс 2. Значит, 2 пишем и 1 запоминаем. 1 плюс 2 плюс 1 – это 4. 0 пишем и 1 запоминаем. 1 плюс 2 – 3. Есть такая цифра. И 1. Вот мы получили значение суммы. Можно сделать проверку. Через десятичную систему счисления. Первое слагаемое – это число 75. Второе слагаемое – это 39. Значение суммы – 114. Так, вычитание в четверичной системе счисления. Тоже давайте запишем в столбик. Это уменьшаемое. Вычитаемое. Так, и нужно найти значение разности. От 0 до 2 не отнять. Занимаем четверку. Потому что это разряд четверок, а не десяток. 4 минус 2. 2. Значит, здесь уже на 1 меньше. Значит, занимаем четверку. 4 плюс 2 минус 3. 4 плюс 2 – это 6. Минус 3. 3. 1 минус 1 – 0. И здесь единица. Вот так записывается значение разности. Так, и проверку можно сделать. Это уменьшаемое, вычитаемое и разность. Давайте выполним умножение. В четверичной системе счисления тоже можно записать в столбик. Так, умножаем на 2. Причем число 2 записывается одинаково и в десятичной системе счисления, и в четверичной. Умножаем 3 на 2. Это 6. Как записывается число 6 в четверичной системе счисления? Вот таким образом. Значит, мы 2 пишем и 1 запоминаем. Дважды 2 – 4, да еще 1 – 5. Число 5 в четверичной системе счисления записывается как 1-1. 1 пишем и 1 запоминаем. 1 умножить на 2 – это 2. Плюс 1 – 3. Вот значение произведения. И можно сделать проверку. 27 умножить на 2 – получается 54. Продолжение следует...